Продолжается пенсионная реформа. С этого года стаж для досрочного выхода на пенсию 37 и 42 года для женщин и мужчин соответственно. Работающие предпенсионеры, то есть те, кому до заслуженного отдыха осталось 5 лет, получили право на 2 оплачиваемых дня в году для посещения больниц. Пенсия по старости у неработающих пенсионеров в среднем выросла на 1000 рублей. На 2% с 18 до 20 вырос налог на добавленную стоимость. Предполагается, что такая мера пополнит бюджет страны на 600 миллиардов рублей в год. В правительстве уже распланировали, какие дыры будут латать. Средства пойдут на социальную инфраструктуру, образование, здравоохранение и культуру. При этом эксперты уверены, что из-за повышения НДС вырастут цены на разные товары, включая жизненно важные. В этом году нас ждет двойное повышение тарифов ЖКХ. Первое январское составит 1,7%, второе июльское 2,4%. Коммунальные платежки потяжелеют и из-за новой строчки в квитанциях за мусор. Специалисты отмечают, расходы на эти цели вырастут в несколько раз, а в отдельных регионах даже в десятки. При этом на 400 рублей с небольшим вырос прожиточный минимум. По мнению законодателей, люди трудоспособного возраста могут прожить в месяц на 11 280 рублей. Подросло и пособие по безработице. Его максимальный размер теперь равен 8 тысячам рублей. Но отметим, что сроки выплаты пособия сократили вдвое – с года до шести месяцев. Елена Макаренко, Наши новости.